Приветствую, все рыболовное братство. Сегодня я хотел бы вам наглядно показать, так сказать, на примере алубей, как питается рыба мирная. Вот я приехал с рыбалки и сел во дворе у себя перекурить, так сказать. Ну и решил прикормку неиспользованной рыбалки бросить голубям. Вот я насыпал прикормочку. Это типа как семечки перемолотые, макуха. И сверху еще осталась у меня такая покупная прикормочка, вот красного цвета. Вот я бросаю голубям. Как начал бросать, они сразу начали переходить. Вот, но своим взглядом они сразу определили, что оно не съедобно. Даже не пытались клевать ее. Сейчас интересные моменты будут. Там, с левой стороны, кошка заметит это все движение. Это своеобразная щука, которая охотится за мирной рыбой. Вот она сделает первую попытку атаковать этих голубей, так сказать, их прогонит. Вот, вот я подбрасываю. Но, эта кошка промахнется. Голуби шустрые окажутся. И она сделает вторую попытку атаковать. Вот, только уже с другой стороны, так сказать. На 180 градусов обойдет за моей спиной. И уже с правой стороны будет атаковать. Вот. На прикормку они не среагировали. И начали уже расходиться. Там рядом сидели 4 девчонки там. Вот, закусывали. Я к ним подошел. И попросил на них кусочек хлеба. Что они мне любезно предоставили. Вот. И уже начал потом подбрасывать вот эти хлеб крошить. И вы сейчас увидите, какая будет реакция. На этот хлеб. И вы сразу поймете. Вот, я уже бросил. Сейчас этот кот уже его атаковать будет. Ну, и смотрите, как сразу жадные набросились. И чем больше голубей собиралось, тем быстрее. О, какая-то жадная рыба хочет все забрать себе. Ну, так что не все подходит этой рыбе. Ребята. Принцип такой. Берите чем побольше. О, вот это кот атаковал. Вот он слева. И уже пошел за моей спиной заходить в засаду с другой стороны. Сейчас увидите. Он еще раз их атакует. Просто при конке всегда надо брать разные. То есть, сегодня подходит ему одно. Завтра другое. В зависимости от водоемов. Вот. Так что, это будет как бы наглядно. Вот, смотрите. Опа. С правой стороны. Томас. Да. Я пытался второй раз наброситься. И сейчас вы увидите. Они весь хлеб съедят. А вот эту макуху и прикормку они не тронут. Мне нравился один ролик. Там Салапин показывал зимняя рыбалка. Когда он прикормки насыпал в лунку. Я пустил туда камеру. Вот. А сам на мотыля ловил. То лещи ели прикормку. Так сказать, стали. А мотыля вообще не замечали. Как ослепли. Понимаете. Вот. Если подобрать ключик. И в тех местах. Кажется там рыбы нету. На самом деле это много. Или она там подошла. Посмотрелась. Не заинтересовалась. И ушла дальше. А если вы там подкинете червячка. Или что-то в этом роде. Или там опарыш. Мотыль. Она может будет у вас клювать. И причем очень хорошо. Вот так-то. В принципе. Вот так. Что я и хотел вам рассказать. И показать. Все, ребята. До новых встреч. Комментируйте. Что вы думаете по этому поводу. Все. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»